ага вот лично можно можно все-таки выбирать я уже было испугался что мне придется карабкаться снова наверх но получилось телепортироваться куда нужно и вот как раз здесь поблизости у нас энергетическая скала сейчас я за нее и зацеплюсь точнее вопьюсь в нее есть до водопад действительно интересны как у нас и было только что написано но не лучший водопад наверное который создан был в игровой индустрии так схватить кристалл ага вот еще один тут припрятался давайте за ним ну наверно надо еще выше выше больше тут ничего не остается как забираться выше и выше и выше блин а бежать то далеко ему бы какое-нибудь ускорение там вообще бы было здорово может на цветке подъехать а интересно вот этот и написал в общем получается если ты просто на twitch заходишь да он подлагивает а через программу никаких проблем нет но я не менял качество у меня выставлена ну полная максимальная 720 которая возможно поставить я кстати тот же тоже подозревал что это может зависеть от того что они просто рубят деньги на подписки платной блин не могу тут инвертируя на немножко ну в общем ось y и я конечно не привык так ну уже оставлю не буду менять не видел я там в опциях можно ли это сделать я уже потихоньку привыкаю пусть в общем так и остается ну хватай кристалл есть 32 потихоньку все равно к 40 я приближаюсь процентов и думаю что у скоро они будут собраны куда дальше думаю вот здесь вот наверх думаю вот здесь вот наверх наверх да можно можно туда подъехать но наверх цветки кстати вот внизу тут на скале кристаллов еще куча вон 1 2 и 3 вверху по то есть в trans 1945 вы для кристалла припарковался как скользят их все как в к вы ну кто нас тут ждет ты слышишь что-нибудь написано слышу шум водопада так это что у них и за корова не-не-не-не-не-не отстань учу себе все-таки это не корова это бык да так и есть максим все правильно ты написал это правильно написал а это название программы да ты пишешь ну надеялся я кстати тут в пещере найти побольше побольше этих как их кристаллов но тут нет ничего кроме вот этого парня но он по моему еще еще тяжелее он еще не увереннее двигается чем робот это меня просто спасло так выбираем сидел здесь ничего еще наверх что там наверху сейчас спайдер год красный лагерь по стенам ну да вот я вижу цветок если честно хочется уже узнать чем все это кончится особого восторга все-таки игра у меня не вызывает буду откровенен но интересно как бы время убить ну это она бесплатная как бы как бы бесплатно и все-таки сейчас подписка playstation плюс стоит добрых 4 159 гривен в месяц или 450 на три месяца и там 11149 по моему на год так что как бы за эти за эти деньги хотелось бы получать поярче игры чем чем такие но тем не менее все-таки игру делали там старались ребята и что-то у них да получилось но не все конечно смогут играть в такую игру тут понятное дело так вверху где-то скала практически уже я вот и атмосферу верхних слоях атмосферы находятся наш герой уже видно даже звезды прям начинают начинают прорисовываться чувствую я что тут уже возле финиша наверное нам же просто выбраться с планеты по всей видимости нужно опаньки и тут я не доехал вроде как или нет или доехал конечно ай-яй-яй как как неудачно давид конечно посмотрите очень здорово и видно даже остров с которого как бы все началось даже не как бы с которого все и началось мы на дам внизу так да красиво достаточно достаточно красиво все так главное не падать поехали по-быстрому давайте ну хотя можно петлю такую сделать ой я не могу посмотреть сейчас просто макс но не знаю там было написано 100 минут вот но там всегда завышен как бы показатель я думаю возможно уже так весенний листочек осенний листочек выглядит невероятно аэродинамическим гладлив ага листочек благодаря которому мы можем скользить по воздуху интересно сейчас мы попробуем испытать его это наверно получше чем ромашка это забрался я наверх и куда тут приблизительно хоть выбрать направление что ага вижу еще один одно один кристаллик ага вверху все эти раз два три четыре точно есть у нас прям рядышком давайте соберем все таки вот этот кристалл я выбираем в падении там как профессионал уже зацепил побежали из поиск поиск по листок а так вот как она сделана интересно он кончается или можно летать на нем бесконечно получше чем ромашка сто процентов мы можем выбирать направление и он вроде как даже и не кончается по всей видимости замечательно вообще фантастика листочек это плащ бэтмена бета-версия пишет максим ну возможно возможно так оно есть так ну где у нас тут красные цветы надо надо уже отправляться в поездку да вот ближайшая кстати скала по всей видимости ну к ней держим путь но не доедем мы конечно на этом стебле а вот на этом наверное удастся давайте попробуем кстати вот эти белые еще такие облака или что это интересно что 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 они что там на них можно найти может быть что-то прикольно тут по моему снег вот падает даже это ловушки что ли интересные какие-то цветы но лучше наверное не попадаться давайте вот заберем там кристалл есть ну два осталось до 40 процентов интересно все-таки узнает что же нам там вручат какую новую способность вот еще 139 ага вот листочек но листочек у меня заряженную листочка на нем промоута читерский какой-то листочек ага ага я понял немного не то я сделал и падаю вниз да здесь надо как в бэтмене вниз брать разгонов затем вверх и мы сможем лететь ну тяжеловато он управляется в общем не то немного сделал и оказался и внизу надо бы побыстренькому найти какой-нибудь цветок ближайший по-моему он уже начал по отвесным скалам ходить нет нет неудачно совсем все получилось за распаунем где-то не совсем там где бы мне хотелось это самая высшая сама высший чекпоинт который у меня находится но он блин совсем не высоко на самом деле ай-яй-яй ну он падает просто вниз я ничего не могу сделать еще один джекпот был только что снят надо в погоне за цветком я я не смог там зацепиться хотел я просто ехать наверх и упал вниз а что это такое наконец-то все поехали наверх конечно добираться мне далековато я упал прикольно это восход солнца здесь можно пронаблюдать очень красиво даже рекомендую вот до из его вижу чек-поинт если по-быстрому по-быстрому его запущу так сказать и уже будет не так страшно падать вниз большая земля можно сказать здесь я нахожусь на большой земле давайте наверх и вот он чек-поинт надо его активировать и 40 я вижу кристалл полезли за ним наконец ты с ней не сороковое 40 процентов это будет собранных кристаллов а ракет на получается увеличена сила ракеты теперь я могу немножко круче лететь но особой разницы правда я не замечаю так вот листок не буду я пока брать выше он там конечно замечательно им пользоваться но тут внизу что-то у ромашка лучшим а нет все-таки ракета пободрее теперь прям взлетаю взмывает ввысь он так сказать забрался я на верхушку в надежде поблизости что-то увидеть какой-нибудь стебель на нет заберем кристалл по старинке поле полезем наверх вот по вот этому стеблю главное не падать на этот раз мертвая петля у меня тут получилось можно сказать не совсем туда туда я направил цветок куда хотел но в общем что по что поделаешь ну поехали наверх где-то здесь а вот они наконец-то где-то здесь вы видел я скалы и вот теперь наконец-то к ним я и направляюсь жалко когда он едет на этом стебле нельзя камеру крутить хочется посмотреть по сторонам но только вперед здесь у нас так задумано не дают нам к сожалению оглядеться в процессе поездки ну уже хватайся хотел ли жека играть в эту игру я думаю он даже не догадывается про ее существование если честно так но надо заканчивать вот они эти острова я думаю просто по-быстрому уже с ними как-то за конектиться я и и подозреваю что это конец хотя я видел вроде как всего за два часа ее проходили мне кажется больше тут и не наиграть а там кто его знает главное не падать в этой игре фух он так разгоняется нет нет хватайся да даже до рассвета понятное дело там только был за нее разговор естественно там уже была очередь очередь из геймеров вот а что касается гроу хом это конечно такой для изощренного потребителя скажем так ну давай стебель не подведи хочется мне идут уже на нем вот так и доехать до этой скалы но нет блин совсем чуть-чуть не хватит да совсем чуть-чуть ну есть контакт теперь полный контакт цветки у нас полные это что такое нельзя нельзя тащить что полезно есть на этом острове куски не знаю больше наверно астероид это даже такое непонятно что это такое все едем выше главное не падать не падать была задача фух я так в это 33 а класса проектах не нервничал не знаю в зала 100 фас я не так нервничал как здесь когда он пролетает мимо стебля не ну выстроилась конечно тут и 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 Наверное, вряд ли тут есть такая функция остановить вот так и просто камерой вращать, посмотреть что же получилось, общую картину. Какие-то в отравах кристаллы странные. Не знаю, что это такое, что ты имеешь в виду. В травах, наверное. Ну, если вообще, вообще как бы, да, наверное, если если это имел в виду слово в травах. А кристаллы, конечно. Ну, правда, на стеблях они же не находятся, а вот эти кристаллы они в этих. В скалах. Так что, как бы, все логично. Хочу поближе, я вот, кстати, к кристаллу добраться. есть. В островах. Ага, я вижу уже корабль, кстати, вверху он, он красный, откуда мы и упали, как бы, на эту планету. Планету, здрасте. Вот это он только что решился упасть. Ну, почти есть. Я наверху. И здесь у нас уже и солнце встало. Ну, красиво, да, конечно. Не знаю, сколько памяти, конечно, израсходована консолью на то, чтобы вот эти вот все моменты, то есть вся эта трава, которая здесь выросла, чтобы она была и никуда не исчезала. Конечно, они сделали прикольно. Пятый этот стиль, пятый остров, вот передо мною, точнее, энергетическая скала. Хэнкок, 51, 12. Да не знаю, ну, наверное, часа полтора уже, наверное, есть. Где-то в 20.00. Да, да, где-то полтора часа получается. Блин, ну я просто падаю постоянно здесь, поэтому я так долго и прохожу. Вот это мне только что сердце просто в пятки ушло. Думал, снова, снова вниз упаду, но удачно зацепился. придется все-таки, по всей видимости, возвращаться, не достанет. Но они специально, блин, так делают. Да, там, конечно, вид вот такой потрясающий тут. ну, я видел просто видео, как парень играл там, и, ну, не все смотрел, но вот час 56, у него был ролик, и там титры уже шли. я думаю, я думаю, что где-то порядка двух часов, если, конечно, не исследовать. Тут можно ведь прокачать персонажа на сто процентов, собирая эти кристаллы, которые разбросаны. А так, если этого не делать, вот, то, наверное, часа два, и прошел. Тут все-таки сама... блин, собрался я уже к другому острову. Вот он наш главный. Есть. Тут все-таки игра, наверное, больше не на скорость прохождения, а на то, что тут выстроишь из этих стеблей. Вот. Но по всей видимости, часа на два она, как бы, рассчитана. Может, можно даже и быстрее пойти. Кто его знает. сейчас увидим. Я вот собираюсь все-таки, восемь, восемь нужно стеблей этих подключить, как бы, и уже пять из них подключено. Я думаю, это последнее. Потому что, ну, куда уже выше тут небо и звезды. А ну-ка, если на паузу нажать, что у нас тут пишут? датабанк сеттингс. Ничего не пишут. Хотел я, типа, что-то найти, что-то наподобие режима свободной камеры, чтобы облететь весь остров. Было бы прикольно посмотреть, что там получилось. Просто, ну, как инструкция неимоверная. неимоверная. 6 подключено, неходится. Наверное, выше или ниже. Да, только, ну, согласен, что можно спрыгнуть вниз, а потом портануться наверх. Но есть один момент. У меня просто чекпоинт, он не особо, блин, высоко. Я боюсь просто даже упасть. Чтоб потом не карабкаться 10 минут, если не 20, наверх. Ай. Здесь у нас хитрая уловка этот. Ладно, убегаю, не хочу я этот кристалл ловить. Вот, листок. Можно листок подобрать. По-моему, он поярче. Когда в какие-то потоки он входит, пока не разобрался, и оно вот можно лететь далеко. А вот замечательно, замечательно этот чекпоинт. надо его активировать. Надо его где-то здесь где-то здесь он сигналит. Видел я там и красным мигало. Так что практически уцели. ну, еле забрался он. я уже выше чем чем необходимо да замечательно включаем вот теперь действительно можно будет разочек спрыгнуть вниз поглядеть что там у нас получилось но только лучше это конечно небе не ночью делать а когда когда солнце взойдет а вот это что это такое понятно нет если все прокачать к сожалению не в курсе ну там у нас улучшение получается первым делом дали прыжок потом дали вот этим баллону как правильно сказать jetpack возможность летать этот ранец и дальше следующий вот нужно лишь 40 процентов по моему насобирать ну не знаю ну тут как бы и без них все вроде можно выполнить ну может конечно дадут что-нибудь крутое так для себя конечно можно было бы пособирать эти кристаллы она не ничего вроде бы напряженного в там нет игра такая спокойная вот но для стрима конечно этим заниматься я не планирую хотелось мне немного прокачать это я сделал ну а дальше то есть они не попадаются я их и не собираю просто времени масса будет потеряна так ну что разочек прыгнуть а может может на листке там лучше так тут активировано нормально полетели посмотрим что у нас тут получилось ну да не такой не маленький путь наверх вот кстати один кристалл можно подобрать немного неудачная листка соскочил ага 43 процента у меня собрано получается 1 по 1 раз я получил джетпак потом на 40 процента 30 процентах или на 20 а на 30 его на 40 его улучшили теперь я могу дальше немного пролететь долей а вот кстати вот на этих штуках здорово подлетать да там еще ниже и ниже получается в самый низ огромная такая конструкция внизу тут конечно все попроще вот еще один кристалл нужно подобрать за 1 раз уж мы тут очутились и телепортируемся сразу наверх в скале тут кстати вот какой-то разъем я по моему здесь не был интересно кристаллов тут под расчет или все-таки больше чем нужно для прокачки на сто процентов если конечно под расчет то их тяжело будет собрать локация достаточно огромная так не один не один наверное час придется просидеть а если их больше то конечно будет все гораздо быстрее ну что он дам схватит кристалл я по моему застрял здесь думаешь что подсчет ну возможно да это наверное для трофея не тут так сделали хардкорчик ну возможно да но хотелось бы все-таки чтобы их было больше потому что интересно интересно прокачать на сто процентов вот еще один я вижу кристалл уже так уж и заберу его 48 это еще 12 нужно найти чтобы 60 процентов было было бы классно если бы на сто процентов у него джет пак этот не кончалась на нем энергия и тогда было бы вообще чудненько нужно было бы летать и и не заморачиваться ну что-то он не может преодолеть этот уступ есть просто столько кристаллов я надеялся еще может парочка припрятана легко просто здесь их собирать на земле практически но по всей видимости ай потерял я листок ну что ж телепортируемся наверх по всей видимости с веток можно сделать бесконечное количество там на каждой ветке как минимум пять получается цветков а то и больше ну вот к примеру и когда вот здесь вот я нахожусь и вот впереди у нас ветка идет я вот вижу уже как минимум раз два три четыре пять шесть семь восемь цветков на ней а каждый цветок это возможность получается новую ветку сделать может быть и бесконечное не знаю ни один только вопрос я вот задавал его ранее сколько памяти просто хава это получается но задействовано систем системы оперативно я имею ввиду для того чтобы сохранить это все все эти ветки они же не исчезают кстати переходя возвращаясь точнее к разговору о ветках вот у нас еще один цветок и мы это очередная ветка поехали ахани ну да графика позволяет согласен но как бы графика действительно там скажем ничем она не сверх там не сверх графон но тем не менее очень красиво да но кубы кубы тут не поспоришь так куда вообще куда тут надо ага в самом на самом верху утра скала и 2 энергетическая давайте наверное заканчивать уже отправляюсь я наверх кристаллы еще раз повторюсь собирать я конечно не буду потому что тут можно наверно где часов 10 тогда будет просидеть есть ветка поехали наверх шейдеры с кубами ну да да есть тут какие-то по любому какие-то шейдеры используются но он специально простой этаж вообще инди игра только вот движок unity я знаю тут юбисофт овский используются поэтому юбисофт вроде как и издателем его является игры хотя проекту инди нет падать вниз не стоит эта игра но очередное доказательство что можно прям не применяя сверх какие-то сверх крутые эффекты добиться тоже приятно очень картинки потому что здесь конечно моментами я не раз просто останавливался чтобы посмотреть чтобы посмотреть как тут красиво все получилось возьмем простота залог успеха наверно скажем так но буду откровение но орден мне по нам понравился больше в плане графики опять я тут конструкцию налепил ну то просто что-то такое нереальное это уже получается не не скалы даже астероиды вот энергии с энергии есть астероид сейчас надо будет запятаться есть а вот кстати на астероиде слева есть кристалл но плохо что их там не 12 так бы я полез а там всего лишь он один это мне меня никак не спасет где-то здесь кстати второе видео и строя давайте еще раз глянем 8 будет ага все увидел предстоит нам тут нет 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 что происходит без меня уехала ветка каким-то образом я отпустился но она сама выросла получается зеленые пальцы получил я приз не знаю за какие такие заслуги мне дали но вот выскочил только что трофей кстати это за всю игру второй я не знаю сколько всего трофеев в игре но с такой интенсивностью как они выскакивают я уверен их немного и наверное все таки они там не такие уж и простые еще вот кстати ли стал еще один был но в астероидах их тут вообще тяжело искать будет вот на астероиде вот на этом который прямо передо мной получается ну ветка я на него указал там там был кристалл космос блин ну нормально так она выглядит ну же финал финал достанет интересно наверное достанет ага это прекрасно теперь нам нужно подняться наверх и забрать звездные какие-то семена кстати вот справа я вижу чипоинт надо его активировать потому что падение падение будет блин просто инфарктом за закончится для меня так вот есть у нас тут ветка на ней мы и подъедем к чиппоинту дальше она там сама без меня есть есть контакт теперь не так у меня страшно тут бегать и вот нам наверх как раз здесь подниматься да что ж не хватается он хотел за воздух зацепиться не удалось у него вопрос тут надо ползти по этому стеблю или все-таки можно подъехать на ветке блин ладно не буду уже возвращаться вниз только только наверх почему-то не не срабатывает его диппак срабатывает но не так как бы мне хотелось бы просто можно немножко ускорить тогда процесс подъема когда он нормально работает покачивает этот стебель прям бобовое дерево нет по моему он там ругался только что матом по английски когда мимо по блестка этого я упал хватайся листочек у меня там на исходит всего 2 цветочек на исходе два лепестка осталось но я уже почти у цели главное не падать ну благо он за все может цепляться прям за любые уступы ну вот это было конечно неприятно давайте еще раз перехвалил я просто его блин ну и как туда попасть фух собрался когда тут ну высота потрясающая что же наверх и вот мы у целей собираем их так и что и что делаете просто тут есть какая-то подсказка нам нам возможно просто на корабль надо вернуться ага вставьте звездное зерно и отправьте назад домой поторопился я запрыгнуть на корабль тут нам еще нужно зерна собою притащить вопрос как это сделать видимо если бы он был прокачан на на сто процентов было бы попроще это все дело ну чтож полезли реально нелегко нелегкая задача нет только не падает блин ну в общем результат 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 неудачно неудачно тут надо вырастить вырастить пару стеблей наверно наверх и облегчить себе таким образом задачу что-то я не вижу веток дополнительных дырным цветов на этой ветке чтоб она росла еще выше да зацепись ты за что-нибудь фух без этого без ромашки без этой будет тяжело там где бы ее тут сорвать ага вот все вижу я чекпоинт да чекпоинт есть цветка здесь нет управляемся в общем вниз за цветком а потом телепортируемся просто наверх и 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 уже заканчивать этими зернами и хватаем ромашку телепорт пожалуйста на самый верх нас снова дорога нелегкая дорога нам предстоит наверх может и конечно что-то неправильно делаю но я про у меня просто нет никаких других предположений как как забраться туда наверх единственно вот эти листы могут помочь надо только на него правильно запрыгнуть помочь стр 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 Продолжение следует... Так, зерно у нас есть. Теперь осталось только забраться. Ну... Побежали. Есть. Можно было и за ромашкой не спускаться. Фух. Ну, я же поставил зерно. Ну, забирайте. Фух. Все правильно, по-моему. Хьюстон. У нас решение. Получил я такой приз. Хьюстон. We have a solution. Ну, и что? Чего-чего можно? Это можно телепортироваться в любую зону. На любой этот телепорт. Здесь у нас есть фотки всяких барашек, там роботов. В общем, обустроено тут все в домашнем стиле. И я так понимаю, мы можем просто отправляться вперед. В общем, получено звездное зерно. Культивация начнется моментально. Хип. Хип. Хурей. Ну, я на самом деле, фух, хочется вздохнуть. Месяка завершена. Отлично. Да, и пошла у нас музыка и, конечно, субтитры. Кто выпустил, чей дизайн. В общем, все было просто. Добраться наверх, достать одно зерно и забрать его с собой на корабль. Что ж, друзья, остается только сказать огромное всем спасибо, кто составил мне кампанию на Твич. Кто будет смотреть это видео на YouTube, ставьте лайки. И, кто не подписался на канал, подписывайтесь. Увидимся с вами в самое ближайшее время. Еще раз всем огромное спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, а тут нам игра так просто не заканчивается. Нам еще предлагают еще 8 найти семян, получается. И, естественно, да или нет, нам дают возможность принять эту задачу. Ну, точнее, поставленную цель мы можем принять, а можем отказаться. Там нам дают выбор. Это надо дернуть за рычаг. Accept mission принять, да или нет. Давайте, да, нажмем. Вы выбрали, да. Спасибо. Спасибо за ваш энтузиазм. Миссия получается дополнена. Найдите 8 этих семян. Encentive Inactive Total Router. Ну, и, в общем, нам их предстоит, получается, точно таким же образом телепортировать. Что ж, игра, в общем, может еще продолжаться не один час. Спасибо еще раз всем огромное, кто смотрел, друзья. Подписывайтесь на канал. Увидимся в самое ближайшее время. Всем удачи.